Друзья, всем привет! Сегодняшнее видео будет посвящено оснастке отводной поводок, поскольку кто смотрит мои видео знает большую часть времени мы лоем окуня именно на отводной поводок и там в комментариях спрашивали по отводному поводку, ну вот решил снять видео. Итак, давайте приступим к изготовлению оснастки отводной поводок. Для изготовления отводного поводка, друзья, нам потребуется леска. Ловлю я на 0,4. Остановился на 0,4, поскольку в том году перепробовал разные лески, много было обрывов. С товарищем в лодке сидели, он ловил на 0,4. По клёву, друзья, я не увидел разницы, что я ловил на тонкую леску, на толстую, поэтому я использую 0,4. Ну а вы смотрите уже сами. Понадобится два сетных крючка с приманками. Потребуется вот такой вертлюжок тройной, две застежки и грузило. Первым делом это мы берем, отрезаем леску. Лески где-то понадобится около, на поводок отрезаем около метра. Сейчас я отрежу. Берем наш тройной вертлюжок и получается к одному концу привязываем наш поводок. Вяжу узлом паломар. Простой надежный узел. Заводим леску, делаем петельку, забрасываем петельку. Вот так. Ну кому информация нужна будет, найдете в интернете этот узел, если кто не знал. Простой хороший узел. Ну смачиваем слюной и затягиваем. Вот так получилось. И кончик обрезаем. Ну вот так получается. Далее, друзья, вот сюда к этому кончику, который идет вниз, мы делаем тоже, отрезаем кусочек лески сантиметров 10-15. Этого будет достаточно. Отрезали нужный кусок лески и также привязываем паломаром вот к этой части, к нижней. Это будет у нас отвод на груз. Ну вот, друзья, привязал я второй отрезок лески. Вот так оно выглядит. Здесь остается пустым это ушко наше, поскольку сюда будет привязываться наша основная леска. Ну на основной леске будет карабин с вертлюжком, сюда застегивается и получается такая снастка. На этот отрезок лески и на поводок, что мы сделали, мы привязываем, сейчас, друзья, будем привязывать вот такие застежки. Вяжем тоже узлом паломар. Я вяжу узлом паломара, вы смотрите уже сами, сами каким будете вязать. Ну мы вяжем паломаром, поскольку практично и надежно. Ну все, друзья, привязал я, получается, застежки наши на один конец лески и на второй. Привязали мы их для того, чтобы одевать наши оффсетные крючки с приманками. Может быть, спросит, кто-то скажет или спросит, зачем? Можно просто привязать. Да, можно просто привязать нужный нам крючок и ловить, но это неудобно тем, что если нам нужно менять разные приманки, побольше, поменьше размером, нужно вязать таких несколько, получается, отводных поводков. Как бы тоже не сильно есть хорошо, то есть постоянно в лодке там все это лежит, куча этих монтажей. А данный монтаж удобен тем, что мы просто берем и на данную оснастку меняем крючок и приманку. Вот. Получается, на сам поводок вешается приманка, а сюда мы одеем наш грузик, получается вот так. То есть получается, что здесь у нас груз идет, здесь основная леска пошла, ну и сам поводок вот идет. Грузик у нас идет по дну и приманка в свободном падении идет сзади играет и падает. Также можно сделать еще вариант вот щебурашкой. На щебурашку мы одеем еще приманку. Сейчас я одену. Вот, друзья, я одел. Получается, вот наша приманка идет как груз, да, и она как бы универсальная получается, да, сейчас стала. Идет как и груз и вместе с приманкой, то есть как джиг. Соответственно, быстрее подбираем нужный цвет и модель, на которую лучше будет клевать окунь. Ну что, друзья, в данном видео вы увидели, как можно быстро сделать оснастку отводной поводок. Считаю данную конструкцию универсальной, поскольку у нас за счет застежек можно быстро менять приманки от маленькой до большой, тем самым ускоряя процесс поиска рыбы. Плюс у нас на монтаже не одна приманка А2. Это также ускоряет процесс, поскольку мы можем поставить разные модели, разные цвета, тем самым подобрав ключик к рыбе. И уже потом, когда мы нашли, поставить, может быть, даже две одинаковых приманки и ловить, кайфовать от рыбалки. Если данное видео, друзья, вам понравилось, поставим палец вверх, напишем свой комментарий. Ну а вам я, как всегда, пожелаю счастья, здоровья, любви. Ну и до новых встреч. Пока!